Наша коллега сейчас находится в комфортной обуви. Дело в том, что она в центре спорта Приморского района, где открылась бесплатная студия по хип-хоп-танцам. Там набор уже завершился, но у нас есть возможность в прямом эфире изучить азы популярного направления, а также узнать, когда планируются новые записи в группу. Екатерина Скребцова на связи. Катя, доброе утро. Ты в удобной обуви, Катя? Йо-йо-йо, коллеги, конечно. Мои ботинки сегодня удобные. Идеальные для этого утра в стиле хип-хоп. Вместо классической зарядки мы выбираем танцевальную. Под руководством опытного тренера Яны Ивановой мы разучим связку танцевальную, о которой можем начинать утро сегодняшнее, да и все последующие. Яна, доброе утро. Доброе утро. Правильно ли я делаю движение? Насколько я понимаю, это какое-то базовое движение из хип-хопа. Да, движение делается именно так. Это классический кач с представлением ноги, одной и второй. Хорошо, а давайте попробуем какое-то следующее, может быть, посложнее? Это у нас идет шаг вперед. Откуда к нам вообще пришел хип-хоп? Что это за стиль танца? Хип-хоп-культура к нам пришла из разных уголков Северной Америки, из штата Нью-Йорка, Бронкс. Бронкс считается одним из беднейших кварталов вообще. Ага. То есть, насколько могу предположить, это, скорее всего, какой-то уличный стиль, раз его танцевали люди из бедных слоев населения. Да. Вообще, люди, которые желали танцевать, они решили вывести танцы на улицу, и так появился хип-хоп. То есть, люди просто выходили на улицу, танцевали в своем стиле, в своей манере, в свои движения, импровизировали. То есть, в основном хип-хоп. В хип-хопе используется фристайл. Фристайл – это импровизация. То есть, разный набор движений, который может использоваться с последующим переходом в связку. То есть, мы можем взять обычные базовые движения и из них сделать связку. То есть, связать их между собой, и таким образом у нас получится… Это уже что-то посложнее. Хорошо. А какие еще движения можем попробовать? Какие можно движения еще попробовать? Можем попробовать движения перекрепленной ноги. Какая-то увлеченная работа ногами у нас происходит. Да, шаг, шаг, вперед. А сложно ли вообще начать танцевать хип-хоп тем, кто никогда себе в танцах не пробовал? Начать хип-хоп может любой, любой желающий. Главное – желание. Главное – хороший настрой, уверенность в себе, желание. Начинается хип-хоп с изучения базы, с изучения кача. Кач вперед, кач назад, кач в стороны, может быть. То есть, в начале был кач? Да. Всегда в начале изучается кач. Коленки у нас всегда в хип-хопе вниз, кач вниз идет. Потому что в некоторых стилях мы можем качать наверх, а в хип-хопе мы всегда качаем вниз. То есть, все движения, которые мы делаем, мы делаем их вниз. Движения расслабленные или нужна какая-то техника очень строгая? Ну, в каче должны быть все движения расслабленные, потому что здесь у нас работают коленки, здесь у нас качает корпус вперед, у нас все мягенькое. Состовная разминка идеальная для утра. Да. Если мы изучаем такие стили, как, например, паппинг. Паппинг – это очень сложный стиль. Он делается на точечность. Или, например, мы делаем локинг. Локинг делается тоже вот точка, точка, точка. Благодарю вас, Яна. Мы продолжаем это утро с кача. Именно на нем будет построена вся танцевальная связка, которую мы разучим чуть позже, через 30 минут. Не пропустите, в прямом эфире соберем танцевальную связку на ваших глазах. Ну, а я предлагаю вам, дорогие коллеги, присоединиться и покачать это утро вместе с нами. Спасибо, спасибо. Катя, мы уже вовсю, вовсю качаем. Тимофей, давай вот как-то вместе качать. На четвертое место среди самых жарких за все время наблюдений с 10 апреля 1722 года. 8.53 в Петербурге. Мы в прямом эфире. Приятного аппетита всем, кто сейчас завтракает. И физкульт, привет всем, кто делает зарядку. И мы тоже хотим добавить немного и спорта, и танцев в наш эфир. И вместе с вами сейчас отправимся в центр спорта Приморского района. И продолжим познавать азы хип-хопа в новой открывшейся студии центра спорта в районе. В общем, здоровье ведь нам нужно не только физическое, но и ментальное. И как раз Екатерина Скребцова поделится всеми секретами. Катя, еще раз доброе утро. Я вижу, что ты продолжаешь кач. Доброе утро, коллеги. Да, продолжаем кач для прекрасного настроения утра. И вместо классической зарядки мы сегодня выбираем танцевальную. Под руководством Яны Ивановой мы разучиваем танцевальную связку в стиле хип-хоп. Яна, еще раз доброе утро. Мы готовы начинать. Руководите. Да, мы готовы начинать. Сейчас мы изучим маленькую, такую небольшую связочку. Она будет очень кочевая. Дорогие телезрители, присоединяйтесь к нам. Да. Можно начинать уже. Мы делаем. Сбрасываем руки и к себе. Шагом вперед. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Хорошо. А как еще такие занятия влияют на ментальное здоровье? Эти занятия очень полезны для... Они могут научить чувствовать музыку, слышать музыку, чувствовать ритм. Научить двигаться. Двигаться более точно, сильные движения. При этом плавные движения, при этом кочевые движения. А возможно как-то на дух людей, которые у вас занимаются, они, может быть, делятся, настроение поднимается. Но в целом на психологическое состояние как влияет? Настроение поднимается, самочувствие улучшается. Если ты вдруг приходишь сюда грустный и не выслушившийся, то ты можешь почувствовать всю радость, придя в этот зал. Только не то, что бодрость от самих танцев. Хип-хоп очень энергичный танец. Мы сегодня это почувствовали. Хорошо. Давайте продолжим учить связку. У нас остается совсем немножко времени, поэтому постараемся ускориться. Давайте. Мы сделали. Раз, два, три, четыре. Дальше делаем шаг захлёст, шаг в сторону, плавный шаг и сброс. Дальше делаем. Раз, два, три и четыре. Пять и шесть. И раз, два, три. То есть в хип-хопе чередуются и плавные движения, и энергичные, и с чёткой точкой. Да, и с чёткой, да, движения. Главное энергетика. Да. Если мы делаем кач и всё подобное качу, то есть кач с приставкой ноги и все такие плавные движения, то, конечно же, здесь точка идёт только внизу. То есть мы делаем раз, два. Раз, два. Хорошо. Давайте попробуем прогнать под музыку связку, которую мы сегодня выучили. Да. Мы готовимся. Немножко волнуйтесь, скажу честно. Не волнуйтесь, всё будет отлично, всё будет хорошо. Настроение классное. Качаем для хорошего настроения. Да, подключаем кач. Присоединяйтесь к нашему качу утреннему. Шесть, пять, шесть, семь. Отлично. По-королевски начинаем наше утро в стиле хип-хоп. Продолжаем качать. Я нас благодарю. Браво, Катя. Браво, дорогие телезрители. Нам тоже, кстати, Тимофей, надо взять на вооружение вот эти хип-хоп танцы в студии, потому что они очень разогревают, бодрят. Продолжаем.